По поводу предложения диспута с неким человеком по имени Рами Иса, Итак, это, конечно же, дорогие братья и сестры, триумф – это победа. Можно смело праздновать победу учения и триумф учения шаизма над всеми остальными учениями, в частности над сунизмом и над ваххабизмом. Мы наблюдаем беспомощность, мы тотальную и абсолютную беспомощность наблюдаем учения противников семейства пророка Мухаммада, их беспомощность. Мы видели, как Абдулла Кастекский, который утверждал о том, что он понимает, знает шаизм и может объяснить, в чем шаизм заблуждается, и решил на эту тему записать ряд лекций. Этот Абдулла Кастекский, первое же свое выступление, мы остальные выступления не смотрели по тем или иным причинам. Мы посмотрели первое выступление, где он говорил про Абдулла Ибн Саба и как-то это связывал с шаизмом. Мы это посмотрели и увидели неаргументированность, абсолютное дилетантство этого человека, неспособность этого человека хоть как-то логически мыслить и обосновывать свои слова. Мы потребовали у этого человека достоверный источник этой легенды, этого мифа про Абдулла Ибн Саба, чтобы он рассказал нам, где он вычитал, где он увидел достоверный источник этого мифа. Он сам обвинял нас, шаитов, в том, что мы цепляемся за историю, не разбираясь в том, является ли эта история достоверной или недостоверной. Мы потребовали, в первую очередь, напомним, что мы предложили ему обсудить эти вопросы лицом к лицу, чтобы дать нам возможность потребовать у него источников, чтобы дать нам возможность потребовать у него аргументов на то, что он говорит. Дать возможность более объективному обсуждению. Он от этого молчаливо отказался. Но когда мы потребовали у него достоверного источника этого мифа ответить за свои слова, этот трусливый человек, трусливый клеветник, также промолчал. Но тут на сцене появляется его адвокат. Эти люди, почувствовав полную беспомощность, обратились к людям из другого мира, из других стран, нерусскоязычного мира, из арабского мира. Нашли там самого безрассудного, который согласился бы на подобную дискуссию и решили таким образом обелить Абдулла Костекского, выступить его адвокатом. Ну, во-первых, это никакого отношения и никак не сможет обелить Абдулла Костекского. Каждый человек сам должен отвечать за свои слова. Ни Рами Иса, ни кто-либо другой не должен обосновывать то, что говорит Абдулла Костекский. Это во-первых. Во-вторых, что касается дискуссии с Рами Исой. По поводу этой дискуссии, к сожалению, мы особо энтузиазма не испытываем. По той простой причине, что это человек арабоговорящий, арабоязычный. Мы не проповедуем, нашим делом не является проповедовать в арабоязычном мире. Там достаточно своих ученых, достаточно своих деятелей, достаточно своих людей, которые сделают это намного лучше. По той простой причине, что владеют этим средством намного лучше, чем мы. Мы можем говорить на арабском языке примерно так же, как говорит на русском языке Абдулла Костекский. Что мы очень сильно порицаем. Если ты не знаешь этого языка, то не проповедуй, не говори на этом языке. Проповедуй на том языке, на котором ты хорошо разговариваешь. И поэтому не хотелось бы, очень не хотелось бы этого делать. Но на русском языке так же не получится, потому что человек не знает русского языка, а через переводчика это превратится не в дискуссию, а в нечто невообразимое. Поэтому особых иллюзий по поводу особого энтузиазма, по поводу этой дискуссии мы не испытываем. Но при этом отказываться от этой дискуссии так же не будем. По той простой причине, что не хотим давать повода в руки этих людей. Хотим довести до конца наш довод и наши аргументы. Чтобы у них никаких поводов, никаких отговорок не было. Но я думаю, что эта дискуссия все-таки не принесет никакой пользы русскоязычному миру. Само по себе, по своему содержанию. Потому что вряд ли она будет переведена. У нас нет таких средств, чтобы переводить эту дискуссию. А наши оппоненты, скорее всего, этого и не сделают. И таким образом, иншаллах, с позволения Бога, мы свяжемся с этим человеком и посмотрим, о чем мы можем с ним договориться. В любом случае, победа безоговорочная. Капитуляция безоговорочная. Можно смело праздновать эту победу, этот триумф. На этом все. Вассаламу алейкум, рахматуллах и ва баракету.